ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важно после сборки в первые года, когда сруб у нас усаживается, производить подкручивание домкратов. Система очень умная, забирает всего лишь 2,3 кВт, а выдает в итоге 11. И все это установлено нашими друзьями. Устанавливали и обсаду также они делали. И уже после сборки мы уехали. Ребята спокойно делают, сверлятся длинными сверлами с наставушами. Мангальная зона. Мечта заказчика. Вот так выглядит снаружи окно. Сейчас здесь у нас 0 градусов в Екатеринбурге. Мы выезжаем в Читу, там минус 40. Мы приехали узнать, что тут происходит, доволен ли заказчик. Вы же видите, доволен. Давай вот здесь вот прям расскажи по составам. Я так понял, что тут у тебя вообще присутствуют почти все производители мировые в твоем срубе. Зернистость. Да, 40 это правильно. Потом на два слоя шкурками, вибромашинками. Шлифовщик. Нам шлифовщик подготовил стену и сделал выкрасы. Бруски, которые прижимают мембрану, там тайвик лежит, они разорваны и получается, что воздух циркулирует. Вот мы на втором этаже. Это то помещение, которое мы не планировали вообще. Здравствуйте, Александр. Наконец-то мы в тепле. Мы в нашем доме. И начинаем обзор внутри дома. Андрей нам расскажет. По комнатам пройдемся, да? Конечно, и по комнатам. Добавил субтитры подогнал «Симон»! Добавил субтитры подогнал «Симон»! Очень важно после сборки, в первые года, когда сруб у нас усаживается, производить подкручивание домкратов. Не только основных, которые у нас внизу, да? Вот здесь под четырьмя столбами стоят. Но еще и столбиком. Под этим конем, точнее. Так как здесь у нас, вот мы видим вот этот столб, да? И фронтоны напротив, фронтоны сруба. Они из бревна, рубленые. То здесь усадки не происходит. И мы видим, соответственно, что появилось между подшивой, вот этой карнизной и стропилиной, щель 4 сантиметра. С двух сторон. То есть внизу плотно, а здесь щель. Это происходит из-за того, что фронтоны садятся, столб стоит без усадки. И на коне лежащий карниз, он просто повис на всей вот этой вот системе. Вот, поэтому сейчас вот мы это заметили. Заказчик забыл, естественно. Вот, ну, будем опускать. Ну, вот здесь у нас прорезь, вот там домкрат стоит. Гайка, соответственно. И засверлено отверстие в столб. Вот, сейчас он будет погружаться. И будем смотреть, что у нас вот с этими зазорами будет происходить. Опа! Не так-то просто тут. Оно под давлением. Сначала пришлось вообще кувалдой страдать, чтобы гайка ослабла чуть-чуть. Вообще вот, надо будет, Серега вот сказал, типа, резьбу более мелкую. Тогда будет лучше. Ты там что стоишь? Спасибо. Я просто сейчас встану сюда. И можем с тобой уйти в небытие мироздания. Ну, что там видно, поменьше щель стала. Операторы? Вроде да. Ну, нормально, продолжаем тогда. Масса большая. Тяжеловато крутить так вот. С налётом не получится, чтобы быстро это... На этом потихонечку, буквально, по 2-3 миллиметра идёт осадка с таким треском. А всё. Всё, напряжение где-то в дереве не идёт, не опускается. Сейчас гайка уже ослабла, всё. То есть надо, ну, видимо, уже она под своим весом будет доходить. Я её сейчас отпущу побольше, и она под своим весом со временем будет просаживаться и придёт на место. Просто дерево, вот этот карниз, он же скользит. Он опускается вниз, вот туда, в четверть, которую Лёха сделал. В дальних краях у нас там дыры по 7 сантиметров, но как раз на сползание. Корнистое из дерева, то есть всё это не скользит, воском, ничем, маслом никаким не пропитано. Всё, ну, оно трение идёт, и пока была нагрузка хорошая, она туда съезжала. А сейчас уже всё, она где-то, видать, держит маленько, поэтому я делаю просто ослабление сейчас гайки, а потом надо будет заказчику или кто-то тут следить, уже и подкручивать со временем, чтобы вот эту щель минимальную, либо плотно по всему карнизу. Ой, видишь, она садится. Нагрузка ударная. Вот, видишь, ещё, вот сяло, вот так пальцы. Вот, видишь, ещё идёт. Чтобы проблем не было вот таких, да, потому что сейчас мы даже вот стучим, чтобы вибрацию создать, чтобы всё-таки ещё опустилось. Вот это трение этого карниза, оно просто не даёт сейчас съезжать, оно со временем, скорее всего, съедет, мы запас составим, сейчас люфт. А вот, но желательно это делать, вот село на 2-3 сантиметра, подкрутили. Село, подкрутили, не оставлять больших перекосов. Так, оставим миллиметр 4 люфта. Тудой надо крутить. Куда? Ну, если я там крутил, вот сюда крутил, и он опускался, значит, здесь так же. Отсюда крутим на меня. Давай, поехали. Подожди, Сан, Сан. Как? Конечно, конечно. Да, ну ты что, отец? Нет, нет. Не, 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 вот смотри, резьба идёт вот вниз. Да, там гайка внизу была один. Ну, давай. Нет, какая разница, куда крутись. У тебя настройки-то сбились. Я и туда, я туда могу. Тихо-тихо-тихо. Да ладно, ты нервничаешь опять. Ты спокойнее, а это всё. Почихо-тихо. Давай, потихо-тихо. И раз. И раз. О, слушай, а мы будем замерять? Зачем, вон по пазам смотри, да и всё. Давай. Равномерную, смотри, там щелк. Она так, как бы здесь и равномерная осталась, она такая. Вон. Тут нет щелки, Санька. Давай ещё, давай ещё маленько на всякие, а то они опять забудут что-нибудь потом. Да, Володь? И. Не повредит, да? Конечно. И. Хватит. Чё это, хватит? Ну, а зачем будет? А, здесь как хрустит, хорошо. Ну, мне только же обороты. А ну, Сань, почище. Тут мало очень силы. Ну, будут потихоньку так же смотреть, чтобы вот ровно понял, да, Володь? Тоже за этими вот пазовыми вот этими щелками. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. И. Раз. 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 Странно. И. Раз. Сейчас она. Сейчас она опускается, нет? И. Раз. Сейчас она опускается. Да? Всё, чуть-чуть звук сбора. Ну, вот мы и в бане. Медведь и щука. Здесь сейчас идёт процесс, рабочий процесс по инженерке, по отделке печку поставили, разводки все сделали, повесили котлы. Вот, ну, всё в таком рабочем состоянии, инструмент там и так далее, всё разбросано. Ну, придётся так снимать, может тоже интересно получится видео. Вот эта система, вот это всё, вот это отопление. Отопление, холодная, горячая вода, тёплые полы, то есть, можно сказать, сердце бани, что отвечает за комфорт. Система очень умная, забирает всего лишь 2,3 кВт, а выдаёт в итоге 11, то есть, в несколько раз больше. Не знаю, за счёт чего, но всего лишь три составляющие работают. Это фреон, воздух и вода. То есть, при каких-то там смешениях чего-то, либо там электричество, подогрев, то есть, в итоге вот такое КПД очень хорошее. Значит, на улице у нас вон там вентиляторы, которые подают воздух. В систему. Здесь, наверху, вот это тепловой насос. Дальше бойлер. Холодная, горячая вода. Бойлер для всей системы. И для полов, и для санузлов, для раковин, то есть, для сантехнических приборов. Значит, трубы вот это всё, это как раз то, почему у нас ходит вода, вода, воздух и так далее. Это я даже не знаю, как что здесь происходит. Это котлы. То есть, это у нас вот регулировка температуры. Это как раз от теплового насоса котёл. Этот котёл у нас независимый. Он резервный. Резервный отдельный на случай, если вдруг что-то произойдёт с насосом. Со всей вот этой умной системой, так скажем. То есть, если вдруг что, он просто включается и уже независимо от неё всё так же подогревает, работает. Можно подремонтировать, пока вот в это время что-то разобраться с насосом. Вот это у нас подготовка воды. Подготовка воды для всей системы, чтобы не поступали какие-то тяжёлые металлы, ещё что-то там, чтобы не происходило известкование труб в тёплых полах и также и в кранах во всех сантехнических частях. То есть, вот это как раз резервуар для специальных смесей, там добавлены, которые вот этот вот прибор, он забирает, пропускает через себя, и уже на выходе вода подготовленная, мягкая, и что позволяет нам, соответственно, работать уже очень долго. Вот это у нас баллончик такой, это как бы распределение давления, то есть регулятор давления по системе, по всей. Тоже с какими-то тут управлениями непонятными, не знаю, что это. Фильтр грубой очистки воды, расширительный бачок, тоже для давления, для регулировки в системе. Так, ну, всё, в принципе, это проводка. Проводка была запущена с фундамента, поднятая вот здесь вот, вот в этих вот со всех проводах наверх. Там это у нас всё в гильзах металлических, в кожухах закрыто от возгорания, защищено, если вдруг замыкание. Внизу разводка на тёплые полы. Всё это у нас висит на фартуке, на негорючем. Была сделана протёска, ребята сделали, дали направляйки, скользячки для того, чтобы сруб усаживался, чтобы не мешало садиться. Потом фанера, ГВЛ и керамическая плитка. Дальше уже на это всё вешается уже котёл, насос, там вся разводка. А, ещё, ещё покажем, значит, вентиляцию. Тоже немаловажный момент в бане. Это грамотная вентиляция с вытяжкой. Вот эта система, она постоянно сейчас вытягивает в влажный воздух, да, потому что баня сохнет. Сейчас здесь плюс 7 градусов. И во всех комнатах у нас есть выходы. Не знаю, как они называются, вот вентиляционные. Обычные пластиковые трубы с шиберами. То есть можно регулировать, чуть больше, чуть меньше открывать. Всё это подведено вот к этому прибору, который вытягивает воздух. Он как-то нагревает его или остужает, вот, и выбрасывает на улицу. С улицы также идёт забор холодного воздуха. И тоже подогрев его и подача в баню. То есть всегда идёт циркуляция воздуха по бане. С таким вот, ну, как бы, подогревом или остыванием уже это всё регулирует вот этот прибор. Ну и конденсат. Конечно же, слив конденсата. Трубочка у нас уходит уже в септик. Можно сразу показать скрытая проводка в штробах. Здесь прям явно видно. То есть у нас штроба по ширине 7 сантиметров. Сюда входит 4 потока или, не знаю, как они, 4 кабеля в гофрах металлических. Вот, грамотно так хорошо умещается. Ну и заходим дальше, идём по комнатам. Заходим в зал. Здесь тоже всё в проводах пока. В рабочем состоянии, в процессе. Посадочные места под розетки выдолблены. Скорее всего, будут тоже металлические вставлены коробки сюда внутрь, негорючие. И уже дальше монтаж розетки. Так тоже аккуратненько фрезой видно, выбрали. Прикольно получилось. Что здесь? Окна. Про окна можно сказать, что пластик вставлен в обсаду. То есть пластиковые рамы, стеклопакеты. Качественные. Тоже так всё тут прям. Толщина хорошая, мощная. Вот. И всё это установлено нашими друзьями. Устанавливали и обсаду также они делали. Из 7 сантиметров толщиной лиственничная обсада. Вот и в неё установлены вот эти профиля пластиковые. Медвежонок слегка припорошился, слегка треснул, но наоборот он стал выглядеть более естественно. То есть если когда он просто был идеально всё без трещин, сделанный, оттонирован, то как бы смотрелся так себе, что почему-то не очень натурально выглядело. То есть сейчас, когда это немножко он такой треснул, припорошился вот пылью от шлифовки, где-то там опилочки на него падали. Вот эти, то есть как-то придало какие-то тени дополнительные, как будто там может быть снега на него, что-то там, не знаю, но выглядит прям вообще зашибенно. Можно прям вообще его просто так покрасить чуть-чуть чем-нибудь, там лаком вскрыть и всё и так и оставить. Ну, надеюсь больше не треснет, потому что брёвна выбирали все сухие. То есть если вот эти, грубо говоря, свежие мы брали, всё, вот лес пришёл, там окорили их и срубили. Вот это уже годовалый, годовалый сушки, скажем, на площадке он лежал, мы его выбирали специально, посуши, помощнее комель, чтобы Женя мог вырезать скульптуру и клали. И также с щукой то же самое. Ну, пойдём в спальню, посмотрим, что там. Проходя мимо вот печку, тоже хочется сказать пару слов. Шикарнейшая печь, под натуральный камень. Объёмная, большая. Мне очень нравится. На контрасте с белыми брёвнами. Классно выглядит. Ну и стеклянная дверца, где можно будет наблюдать огонь. Вроде как камин. Сразу проходя мимо, хочется отметить, опять же, про скрытую электропроводку, потому что, как бы, вот на некоторых срубах мы делаем сразу эти каналы, просверливаем для гильз металлических. Потом в процессе это всё вставляется. То есть, это очень неудобно. Все друг друга ждут. Электрики нас, мы электриков подгоняем. Очень неудобно. Здесь это всё собралось без вот этих сверлений, шахт этих самых. И уже после сборки мы уехали. Ребята спокойно делают, сверлятся длинными свёрлами с наставышами. Проходят без проблем. То есть, даже никаких вопросов нам не задавали. Что вы там криво как-то что-то сделали, ещё что-то там. То есть, просто они уже по факту сверливают, где им надо. Розетки, светильники потом повесят. Прокинули весь шлейф туда-наверх. Основные кабеля спустили вниз, как им надо, развели. Всё, вообще без вопросов. Вот, смотрим. Видно сверху. Вышли кабеля. Одни пошли сюда, другие пошли сюда. Дальше потом это всё закроется штрабным бруском. Встанет коробка обсадная, дверь. Всё, всё спрятано. Везде, в каждой комнате температуры, датчики, термометры. Плюс 7 градусов. Всё, оба. Ну и щелки, вот смотрите. То есть, как бы 7 градусов. В принципе, это самый молодой сруб, практически, который у нас собранный. Собирали в прошлом году. Сейчас 7 градусов внутри. Потихоньку идёт усыхание. До 5 миллиметров есть растрескивание. Больше пока не вижу. То есть, щадящий потихонечку сохнет. Но сохнет. То есть, если просто оставить без отопления, то это будет ещё дольше всё происходить. Потихоньку температуру всё-таки надо давать. Скрайбинги. Скрайбинги ещё не все сели. Мы видим 5-7 миллиметровые зазоры по пазам. Ну, в чашках, соответственно, плотно всё. Так как у нас канадская, вседловидный замок, то везде полный плотняк. То есть, ну, как бы даже так скажу. Если через 5-7-8 лет у нас в пазах что-то где-то не сядет, и будет там 3 миллиметра где-то щелки оставлены, а по чашкам будет плотно, то это наоборот хорошо. Почему? Потому что, как правило, через чашку идёт продувание. В чашке у нас нет шипов. То есть, их там в принципе невозможно сделать. Возможно, но это просто огромных денег будет стоить с рук. Поэтому всегда идёт прямое прохождение воздуха на улицу по чашкам. Если в пазах у нас есть лунный паз, значит, там хоть какое-то сопротивление. Не сквозная щель, а идёт вот этот бугор, который заполнен утеплителем. То по чашке здесь немножко хуже вариант. У нас идёт просто поднутрение прямая, прямая плоскость выхода. Поэтому лучше, чтобы всегда на чашке был плотняк абсолютный. Но, да, возможно, тогда будет щель, небольшая щель по пазу. Чуть-чуть, где-то в каких-то местах. Ну, а где-то плотно. То есть, здесь уже дерево тоже разное имеет плотность, разную влажность. Соответственно, и садятся они тоже все по-разному. Здесь, к примеру, уже практически всё задавилось. Вот здесь есть щели. Вверху тоже практически села перекрывная вот эта вот палка. Посмотрим, что будет через пять лет. Уже приедем, когда парится. Пройдёмся по всем комнатам. Надо будет сфотать. Каждую комнату отфотаем. Пометим, ага, номер один. Щель такая-то, такой-то венец. Пять миллиметров. Потом приехали, померили, посмотрели. Всё. Сделали оценку. А, заказчик сказал, обязательно скажи, Саня, что вот уже 7 градусов. Мы топим всё время и смотрим, нет ли кружаков. Было же минус 30 тут, вот как пару дней назад. Вот ходили, смотрели тут. Никаких кружаков не было. Тепло не выходит. Скажи обязательно это там на видео. Что за термин новые кружаки? Ну, кружаки это выход вот из парина, знаешь, когда намораживание происходит. Ну, вот, можно показать, вот, вентиляционные выходы. Как раз для выхода воздуха. Влажного воздуха. Ну, вообще для вентиляции. То есть, вот они. Ну, идём в моечную. Здесь душевые кабинки и кабинка, я так понял, под ведро, возможно, санузел. То есть, честно, пока даже не знаю, как тут будет располагаться. Ну, просто видно, что каркас на усадочных элементах прикручен. Сейчас Серёга поближе, может быть, снимет. То есть, вот здесь тоже. То есть, просто оцинкованы вот эти элементы усадочные. Скользячки. По-простому шуруп с шайбой. Шуруп опускается вниз. Брусок стоит на месте, упертый в пол. И всё. И спокойно идёт усадка. То есть, уже и отрыва не происходит. То есть, у нас жёсткая система стоит. Ну, и усаживаемая. То есть, не мешает срубу садиться. Не рвёт, ничего не ломает. Пока тоже в процессе. Наверху вентиляции. Тоже смотрим. Две трубы выходят. С шиберами регулировочными. Разводка под свет. Балки из бруса. 10 на 20. Потолки. Имитация вагонка. Имитация бруса. Из ёлки. Ну, и заходим в парную. В парной потолке у нас гидроизоляция. Фольгированная. Всё герметично сделано. Потом будет липовый, скорее всего, подшитый. Чтоб смола не капала. Красавица-печка. С каменкой. Даже камни есть. Мангальная зона. Мечта заказчика. Готовочное место. То есть, здесь, видимо, я не знаю, что-то тут будет жариться. Казан-мангал. Это плитка. Тоже всё на дровах. Столешница для готовки. Разделка чего-то. И места для дров. Всё в природном камне. Такие интересные заглушки, задвижки. Всё из чугуна. По-древнему, прям так. Там ещё одна здесь правая. Да, её прям можно показать. Давай, я буду двигать, а ты туда загляни. Подожди. Зашибен. Да, не очень порядок тут ещё, правда. Но всё со временем. Заказчик очень любит порядок, поэтому он здесь будет. Ну, пойдём посмотрим. По кругу пройдёмся ещё по-быстрому. Вентиляторы, вот забор воздуха для теплового насоса. Сейчас пока выключены. Ну и конденсат вот где-то капает, заледеневает. Не знаю, может ещё что-то будет тут делаться. Ну, так, в принципе, небольшой. Ну, дело своё делает экономия, КПД большая. Вот так выглядит снаружи окно обсада. Это рамы со стеклопакетами и металлический карниз отлив. То есть, всё в одном цвете. Очень гармонично смотрится. Значит, ещё не хватает обналички. То есть, приедет Макс Столлер, который будет вставлять двери. Будет делать ещё по беседке там определённую работу. И заодно поставит обналичку. Тоже они ещё решат, подумай, какая там она может быть. Такая, типа, как из горбыля. Что-то необрезное такое вот с сучками. Вот, ну, ещё сделают. Сруб слегка потемнел. Где-то вот смола ещё проступила. Прямо видно, пятна вот такие мощные здесь. Ну, она высохла уже всё. То есть, как бы сейчас вот летом можно уже шлифовать на финишную и покрывать. Пока состав тоже, не знаю, возможно, осма. Также на торцах будет осма именно для торцов. Ну, посмотрим. Там уже походу разберёмся. По скрайбингам везде снаружи процент усадки от скрайбинга. То есть, видно, что брёвна получше себя ведут, получше садятся. Возможно, связано с тем, что с улицы солнце, ветер, как бы продувание идёт. Вот, усадка больше как бы происходит по внешним частям именно сруба. То есть, снаружи как-то и выглядит, что кажется, как будто больше село всё. По пазам именно, сомкнулось. Не знаю, внутри, видимо, ещё недостаточно идёт. Когда отопление, наверное, включат, то будет больше идти усадка. Окно в парную. Вот это, если я честно не знаю, тоже такая вот, вот эта проклеенная. Что-то мне Макс говорил вот про эту штуку, что это обязательно, типа, по нормам, там что-то проклеивать. Вот, ну, не знаю, закрываться же она. Может, и будет закрываться чем-то, каким-то ещё штапиком, не штапиком. А вот, ну, здесь вот проклеена такой лентой, липкой. Конечно, смотрится не очень. Скорее всего, это будет закрываться ещё. Отделка будет идти. А вот здесь тоже видно по скрайбингам, что практически всё сомкнулось. Вот на внешней стене. И дальше тоже туда, вот если стрелять дальше, по проёму, тоже неплохо. Да, ещё хотелось бы про забор сказать. Ёханый бабай. Тоже как вариант, вот смотрите, мне понравился. То есть такое, как жалюзи, да? Идёт разбежечка, решёточка такая, покрыта всё тёмным. На контрастах. Тёмный заборчик такой из доски. Сруб светленький сам. Печка, мангальная зона тёмная. Окна тёмным покрашены. Вот мне нравится. Вот столбы тоже интересно. Металл. Ну, выходим на главный фасад. То есть, как бы все видели по растрескиванию, да, что сейчас произошло. Вот уже два года он стоит. Под естественной сушкой. Где-то какие-то брёвна и как бы ещё получается годовалой, то есть трёхлетней давности. Какие-то, например, столбы, брёвна под щуку, под медведя. Ну и в принципе, то есть, бывает длинномер какой-то у нас он ранее заготовленный. Кладём в срубы, которые более поздние уже рубки. Ну, я считаю, вообще всё отлично пока. Процесс идёт. Потихонечку сруб усаживается, усыхает. Встаёт всё на свои места. Вот здесь на фасаде вообще растрески практически никаких нет по столбам. То есть, всё очень важно. Вот этот вот процесс усыхания, подсыхания в штабелях, когда мы заготавливаем лес и не сразу из него рубим, а укладываем в штабеля, закрываем крышками, антисептируем и потихонечку он сохнет. То есть, вот смотрите, какой результат сейчас на столбах. Уже год, год простоял. То есть, один год мы рубили, второй год он стоял уже здесь, сох на солнце. Здесь, в принципе, ну, как бы есть, конечно, сосёнки вот эти, но солнце хорошо светит. Ну вот мы и посмотрели нашу баньку медведь и щука. На данной стадии эксплуатации, какие работы здесь ведутся, что установлено, что ещё нужно сделать. Надеюсь, что в следующем году, там, летом, зимой, можно будет уже здесь приезжать, снимать, как люди будут отдыхать полноценно. Может, и сами попаримся. Всё, люблюшь париться? Нет. А что будешь делать? Буду учиться. Хорошо. Заходите на канал, смотрите пособия. Пособия, на примере этой бани было снято целое пособие, 24 серии. Если захотите, можете по этому пособию такую же себе сделать. Сейчас здесь у нас 0 градусов в Екатеринбурге. Выезжаем в Читу, там минус 40. Не знаю, что получится снять. Ну, надо что-то делать. Получится, будем пробовать, вылазки будем делать. Ну, в общем, путешествие продолжается. Едем дальше. Поймал себя на мысли, что в такой хорошей бане, вот, не грех и научиться париться. Вот, я не парильщик, блин, я бы научился бы. Продолжение следует...